слава тебе боже наш слава тебе вот мы с тобой по утрам встречаемся здесь беседуем вчера был день понедельник 23 декабря 2019 года ты здесь утром бываешь я тебя проводил а потом я вышел тут снег как раз-то проезжать трудно который чистит грей держался двинул на нас снегу просто холодил даем там долбились подождали тебя ты дома был я смотрел 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 и так и не дождался володя подползали сработает вот и вечером тут уже после утром как позавтракал ушел и беседать не приходится на работе я не стремлюсь так к этому что это не примерно я должен два часа сидеть с тобой потому что володя мы одного духа он там занимается на компьютере то есть такая вещь такой щадящий режим тебя не тянет никуда тебя держать не надо все есть расскажи о вчерашнем дне как он прошел у тебя с приглядом на то как ты пришел 19 четверг день прошел благословенно я встал как утром помолились а по трапезничали сил машину и поехал домой заехал взял поесть но и взял папу на работу и приехал на работу но на работе я стал себя маленько по-другому истил стал маленько с подчиненными быть пожестче кого-то даже вчера и выгнал с работы потому что работали не так как надо начал всех отчитывать не как раньше всех там лилел там успокаивал там направлял теперь я так не делаю теперь я по жесткому с людьми работаю также и с папой поговорил он как бы где-то со мной согласился принял это потом также я отработал с кем-то еще поговорил вчера день был такой тяжелый потому что снег выпал машин было много в городе все толкали буксовали и я опоздал сюда к вам потому что пробки очень сильно большие были мне вопрос задавали на работе почему я стал таким я им ответил потому что я маленькая изменился в корне потому что я стал слово божье читать молиться утром рано вставать я совсем маленько стал другим потом мы сюда приехал я поставил автомобиль свой зашел володя был погроме помолились а и легли спать вот как как у меня вчера прошел день день вчера был насыщенный такой он наверное один из первых дней таких моей жизни ну день был как бы сказать тяжелый ты еще тут не пара не пробыл газ воскресный день суббота тут это хорошо еще даже неделя и вот я вчера решил может даже сегодня утром как бы ночью помолился что мне дальше делать я решил сегодня уехать домой пока посмотреть что дальше будет если будет не будет ничего так же как это я вернусь обратно если вы разрешите видишь я то не думал что ты так быстро посчитаю что все завершилось это только начало мы коснулись кончая чуть-чуть мы с тобой никуда ни на какое дело вместе не ездили вместе тут не работали это надо крепко закреплять вот люди которые проходят от алкозависимости называет он он пришел на два дня и но я все уже все я уже два дня не пью или я не курю нету целая система у нас системы этой нету мы просто молимся молимся беседуем если бы раньше было бы вместе с тобой пешком уйдем университет о дороге мы тут разговариваем разговариваем о том что видим и применяем к себе как бы я поступил что сегодня считал я даже ни разу не спросил а что ты считал вот сейчас константин ван шенкина кто он такой он и не знает поэтому ошибается сейчас насчитывает там виталий то другое это время только начало вот у меня в лагере было акклиматизация ребенка две недели если родители говорят нам и хотели на неделю но это в другое место я не берут я напрасно труд воду вот здесь архитектор один видно что за житочный молодой парень это мужчина и привез двух девок они одинаковые то ли они двойняшки или что-то но я их не знаю я говорю через две недели если надо приедете меньше не приезжайте зачем дети то ясно дело я приучаю так не к лагерю а к дому если домой не хотят это нормально родители там но я и наблюдаю мы пишем им характеристики день два три я с ними вожусь неделя проходит родители приехали оба я удивился я же говорил одна неделя и ничего не это срок очень маленький надо закрепить это я к тебе отношу минимум две недели надо минимум две недели и чтобы тем более не навязчиво так а в общий лагерь дисциплины идет так и есть я говорю что подмеченный стал говорить и мать соглашается стоит а потом я говорю они эгоисты растут у вас и его другими уже не быть они будут только для себя тянуть они будут потребителями они не будут искать кому помочь мать говорит но с этим я не согласна они у меня добрые девочки а те стоит и говорит нет мой говорит совершенно точно ты просто не видишь этого мы давать материнская любовь слепая называется теперь проходит ну лет наверное уже прошло десять больше я спрашиваю как-то встретились я сейчас не знаю как я говорю и как две жирные свиньи выросли характеристика отца очень короткая две жирные свиньи дело в том что когда они первый день приехали не за ними они то отец говорит нет вы остаетесь а на конечных руками за колеса не хватались а приехали когда уже через три недели они совершенно нормально все и даже не не реагирует никак и вместе со всем лагерем на костер идут за столом уже они там не копается и тем более у нас нужно все доедать и тарелку вырезать и показать так что я тебе говорю у меня есть опыт большой полувековой опыт а учитывая то что 23 лет я в семье был как бы старший готовил на определенное дело рано утром вставали мы на гимнастику свою команду мстителей готовил то я знаю как обходить тем более на должности и в армии был и я не знаю тебя должность а какая управляющий управляющий директор организация а что за организация алтайский подшипник а алтайский подшипник там несколько то есть вы где-то покупаете не сами делаете что-то делаем сами то есть это вы как перевалочная база да понятно ну вот так я не говорил тебе что на рождество желательно чтобы я говорил с мамой и братишку привезли сюда и побыли торжестве а потом будет следовать на машине то можно сразу уехать вот как закончится все и так ты вроде не против был нет родителям сказал родителям неплохо бы отец отец курит у тебя нет нет тем более вообще вопросов нет только курева вот можно взять было так я не задерживаю тебя мы не договаривались это значит ты хочешь сейчас забрать постель все и поехать как уже есть другой раз когда у тебя будет такое но не закончена прервал человек назначенное лечение врачом он наполовину прервал значит еще на след это оставляет следующий раз тебе труднее будет когда будет такое потому что мы молились мы не просто какое-то дело дело а мы молились начале уходишь ты выходишь со двора в машину садишься три поклона на выходе я целый день 7 раз в день становлюсь на молитве и конечно тебя помню ночью молюсь подошел сегодня посмотрел как ты спишь и потому что ты мне не чужой и поэтому я никак бы не ожидал для меня это неожиданно было что так ты сразу за собирался домой повторяю этот мой выбор но я буду молиться вот ты можешь спросить на как если я так не закончил курс лечения как говорят еще будет не знаю как ты будешь я тебя еще не узнал даже но знаю что надо молиться вот это определенно посты соблюдать и на работе вот там ты сделал даже выгнал кого-то это пятое качество лидера быть беспощадно к тем кто не делает и проще расставаться потребитель он не будет делать и коваровать будет ты поступил правильно я не знаю но и пятое качество лидера ты знаешь это первое воображение должно быть знание умение решительность беспощадность и привлекательность 6 качеств у любого лидера начальника в семье или у мужа от американцы вывели во время войны когда убивали полковника и почему не подполковник повел в атаку или там кто а какой-то сержант и они тогда стали смотреть его кого выявили вот эти шесть качеств я их неоднократно проверял все довези то убедился что именно так я над этими качествами в себе не работал знания добывал я денно и ночью денно и ночью добывал и умение то что я я никогда не считал про эти правила я все сам делал своими руками настройки любую от пундамента до крыши под до ключа будет но в жизни не все так сходится по этому иногда даже не определишь в человеке какого качества у него нет вот у нас есть здесь которого все качества есть кроме последнего он решительный он и знаний много все есть привлекательности нет а привлекательно чем заключается а в том что у тебя есть талант проникнуть души человека и человек это делается для него как светильник какой освещает выгод хотели побыть мало и время с этим светильником а это не только бьяни крестители говорится о любом который трудится для бога не ища своего дальше ты мог бы меня переспросить но если бы получилось так ты это я ты это я а я это ты и вот я бы так ну и как никак я бы узнал надо не за это платить какие препятствия нету но я бы полный курс прошел я тебе сказал полный курс может даже до лета ты тут не мешаешься снег выпал тут володи тут вдвоем ему дома будет может даже убирать тебя нас показал там печку то другой то есть начал водить только начал водить а ни разу не растопил показать то показала на практике не было как никак это все забывается а как не забывается когда многократно я от пищи делал 40 лет мне глаза вот так заряжать платком и кирпичи только подойти а выложу печь не глядя потому что речь идет не и двух годах а сорока годах так я тебя буду помнить молиться проводим и хорошо обдумал все да если бы ты был пьяниц у меня был я рассказывал михаил коряковцев вот и он здесь был нормально этот полгода держится и ни разу не подойдет мы договаривались ты как только почувствуешь ты же идешь магазин берешь деньги вытаскиваешь подает это моменты где можно остановиться было и ты еще понимаешь что ты вообще находишься и ты все равно байда домой несешь бутылку мог бы дома разбить вылить но ты все это потопчешь ногами и какое тебе удовольствие то ну а чего прячешься то пьяница прячется от действительности тебе надо чтобы уметь шататься сделай операцию себе ну она обойдется на может и дорога одна мошечок подрежут и ты все время будешь ходить михаля тебе пить не надо будет из тебя вот это щучило сделают над но нет я это не хочу а зачем тебе нужно это ты все равно сам себя не знаешь пьет когда вонища такая под себя ходит диваны все пропитаны зловонием и есть нет там кто кошка еще не сдохни все дай мне нажать это раб со сатане у тебя другое состояние ты видишь как здесь был три раза домой ты будешь ты быстро час вас вращаться на счет занятия я бы тебе дал наказ у нас занятия идут в интернете занятия 6 часов начинаются три раза в неделю ты здесь у нас еще не на дом занятий не был значит и это возьми себе дома обязательно ну и скажешь она буду делать не будешь у тебя навыка нету в шесть часов через сергея занятия полтора часа вопросы какие задать все проще дальше на занятия тут и оставался остался один раз оставаться не будешь тебя будут разные причины и причины на дурачину лишь бы не быть я тебе как видится сейчас занятия во сколько идут 18 00 по местному не а какие дни среда пятница воскресенье занятия по исследованию святой библии вел сергей павлович пупков он хорошо ведет утром на молитву в 5 часов на молитву ровно в 5 по интернету ты можешь к нам выходить 5 прибыть на это тогда у тебя вот это стирание замедлится и может быть даже начнет плод приносить так тебе не запрещено звонить по нужде и приезжать ты я считаю не зря сказал языком повернул говоришь а нужна ли пшеница я уже с мешки готовлю поехать с тобой ты не откладывай никуда начни прям сегодняшнего дня если можно на этой неделе я уже позвонил да уже не знаем что завтра где-то будет мне это понравилось голубям это никакой выгоды не имею глубине продаю да и при я сказал пшеницу брать не буду а найти где-то что-то такое бракованное там отвеянное я по дамам значит еще что у нас здесь занятие четвертое это там непосредственно трапезной всегда оставаться никаких причин отвез батюшку и скорее возвращайся если такое будет значит самое важное что это занятие словом божьим и молитва если ты дальше поведешь как у нас здесь было и как бы ты делал когда жил тогда так дальше ты все равно будешь чувствовать недостаток ну что поддержки нету поговорить не с кем володе рядом нету в компьютере ты бы мог что-то считать ты не можешь потому что грамотежка то видно что никакая считаешь ошибаешься у меня тут счете слов мало хороших сейчас там один вышел почти без ошибок считает двое уже не в этом дело дело в том что мы побыли хорошо вместе за тобой никаких замещаний нету твой характер такой свободный но на работе тот поступил я от подробности не знаю но это хорошо от ненужных элементов старайся избавляться если хочешь чтобы тебя не воровали все нигде ни на какие умышленные конфликты не иди ты маленький ростом тебя любой прихлопнет и никакой ты там такой чтобы одним ударом зашибись да и я христианин мне это не надо я в боксом занимался в секцию ходил мне это еще не надо я только руки в кармане могу держать как у меня отец когда выпивал дрался у него кулак был очень тяжелый два раза как никогда не один раз ударил и все подбирай один раз там не удар была кувалда такие сейчас отложи там правила ммм без борьбы без правил это я попутно все говорю все остальное ты знаешь ничего не забудь хорошо проверь все конвертики постель все собери ну и все побыл спал нормально да нормально никто не беспокоит вы в квартире там к скольки этажный дом 9 а 9 этажный 9 этажа ну что там говорить я никогда не жил может один раз ночевал у сестры больше нет я вышел во двор уходим гуляем ведра взял сходил вернулся рядом от от пошел на мост веду туда экскурсии свои а в эти дома это ужас какой и в дому-то сидят кухня и туалет через такую стенку в два пальца не фукнуть даже говорит мне все здесь рядом у нас хорошо здесь если мы потом было то мы могли при звездном небе ходить гулять когда луна если и двери все заперто у нас никого нигде нет это город а потеряйте мы пошли бы там по полям как с конем по полю еду поет песня так вопросы ко мне нет никаких нету счета хочешь сказать нет еще нет но все тогда с володей тут давай прощайся как только выходить перед сам соберешь к на все вещи помолимся до свидания с богом вот казьма кузьма прутков поэт кто такой да не было такого человека это группа лиц подписалась одним именем знаний нету никаких и считать эти стихи ты тоже как виталий бы не считал но видно что книг много не прочитал а то сейчас поставьте за правило прочитать хотя бы один том и она златоуста библию каждый день считай прочти ее как виктор вот вот ольга сидит николаевна это его брат виктор николаевич савченко он говорит сегодня закончил читать библию начинает по новой у баптиста даже какой-то находился ровно сто раз прочитал я не сторонник этого я два раза точно прочитал два раза потому что один раз на пленке найти на катушке а другой раз интернете которые стоят а уж сколько сам прочитал я даже сказать не могу вот так ты видишь как вот цвет у нас идет все здесь идет сколько сейчас так и уходит я встал сегодня поздновато пол второго у второго мощи и до вас до рассвета я успел все поправиться затопить печь выставил все сегодня выставил 36 роликов за один день но это невероятно а почему она идут свое время придет я выставляю полки магазине большом супермаркете расставляю по полкам зайдешь я телевизор раза там приборы все все полки заняты но человек зашел он берет и к 1 посещаемость больше так и здесь это мои вопросы его так чтобы вопросы которые задают а вопросы задают священникам и смирнову задают я знаю там там ткачев какие священники козлову но вот так чтобы все это было напечатано ответы вопросы таких нету нигде больше по счету тут еще особенного нету нету а мне вот прибор маленький магнитофон а так записано маленькие катушки стали записывать такие были его здесь вот вот эта нога я ногой на полу раз записал отпечатал это все я печатал что считаю сейчас это я ногой руководил вот это вот проповеди все которые считают сегодня 12 человек это я все сидел и вот этим столом и печатал а это алифтина у нас пантелеевна ее муж баптист сделал она вот нажимаешь она там нажимает кнопку и проще мастер такой этого намотана где я сижу ногой и ногой как на рояле играю вот она какая там вот под этим вот есть шишечка вот она и она шишечка это ну когда правильно стоит она она надо отключаете выключает видно а вот это вот она ногой веревочка замотана но я сейчас это не делаю уже все заснято возить у меня работа шла не просто как-то а вот надо перевести было то что у меня начитано златоуста 12 томов жития и перевести это надо было засыпровать и вот здесь вот николай польгуев моим магнитофоном сделал и сделал как есть вот я хожу вот здесь вот 18 часов в день на следующий день крутится 19 2500 часов надо записать а на большей скорости нельзя на той же скорости что есть еще день проходит дня два я уже в день работы 19 часов еще дня два 20 часов потом 21 проходит неделя я 22 самое то время вот так вот хожу и вот здесь вот стою вот так вот стою поворачиваюсь глаза открою а где нахожусь магнитофоны туда иду там уснул там глаза раскрою и не могу понять где нахожусь дверь это я в барнауле нахожусь она работает аппаратура я дойду здесь и последний день я 24 часа но это же явно дело что экстремизм и панатизм что угодно но все было сделано все в интернете стоит вот вы как у меня друг был александр иванович устинов у нас потеряет к володе живет это его отец и он детям говорил у него 8 сыновей две дочери дети когда мое достигнете сколько я сделал тогда идите выше поднимайтесь а пока подражайте мне как я христу я могу эти слова сказать вам не спите лишнее я одно время забунтовал забунтовал против сна и начал резать и довел до двух с половиной часов два с половиной часа и днем никогда не ложится никогда и поэтому что сделано московская мгб называется мгб меня арестовала думали несколько отделов трудятся в тайге а нашли только одно человека это невероятно это невозможно это настолько невозможно что то что написано в генисе в несколько раз превосходит даже сейчас вот у меня этот youtube канал 18 тысяч уже с половиной роликов так еще у меня впереди почти шесть тысяч стихотворение насчитывать будут все по частям по файлам златоуста жить я уже поставили все это дело и вы это считать я вообще не считаю я просто работаю мне бог дал жизнь дал руки знаешь на работе так так ребята перекур я не знаете перекуров и поэтому меня отдельно бригадир выводил другую сторону и отдельно давал подъезд я там работал плотник настилать полы дома шестиэтажные каждую доску надо ее с обратной стороны антисептировать чтобы червяки не завелись прорезано должно быть и чтобы стояли плотные маленькая прокладка мягкая найти под полом под лагами кто это будет делать комиссия пришла а где вентиляция он руку туда она не мазана снимать полы а снимать намного труднее чем уложить все законно а счет кто стучит да это у нас там баптист один работает я баптист они туда приходят так вот а что-то рука красная вот еще мажет да и везде так везде они прошли в двух-трех местах мазать они на меня такие глаза так я мог и не мазать я больше бы сделал а это каждый должен опрокидывать приносишь ведро как от володя смолита эти на слайта и а там красный порошок а на красном то и промазывать а потом одному никак доски то не жрать а я приспособление сделал что зажимая зажимать может три доски а я 11 доступа зажимая сразу и поэтому у меня выработка была всегда 280 300 процентов а почему мне надо я работаю неделю а мне пишут на две недели растягивает по 150 процент я потеряю я начале детского лагеря там никого нету знаешь я все время как бы разрывался и бог хранил как-то было одно время даже кто-то сказал готов он уезжает этот баптиста а вы ему ставите бригадируют он хорошо я буду ставить сколько у него сколько у вас а сколько у нас 100 2 процента тоже хорошо работаете а то этого не было норматив а у него сколько получается у него на две недели по 150 ну тогда пускай с нами будет эти проценты на них пойдут то есть я все это испытал а как на тебя влияло никак они перекур висели работаем одному для это нельзя я беру выдерживаю пошел из старых досок гвозди выдерживаю куча целая но что-то это бери хоть сколько тут никто не за и бывает я же работаю с гвоздями иду домой и гвоздят вас целые я размахнусь и в сугроб снега выброшу я делал неправильно но для меня по-другому нельзя ни одного гвоздя не утащил с работы и когда обрезки досок бывает такие а них там и жгут я подошел бригадиру можно я возьму маленькие бери хоть сколько и же жгут нет я не могу взять чтобы воровство мне посчитали а для чего нужно я груз скворечники скоро скворцы прилетают понимаешь ну и уродивые скажут где-то и со мной что там не делали вот я прихожу на работу вот так вот валенки снимаю а бывает там стопоги резина бетон на тележке это на одном колесике на второй этаж по тут по трапу возить бетон слабо делать еще я прихожу ну ладно домой и и уже ехать реконструкция города из китима а рука не лезет пацанята фазовышники стекло надробили мне валенки туда стеклом и сверху кирпичами забили я босиком должен быть я вот рихая помаленьку взять нельзя руки режет я должен как-то вытащить а счеты сделать еще я помолился и все и вот один из них поставили его там на седьмом этаже доски принимать в окно он перевернулся а доска так краном-то поднимать доска его за ним и он полетел вниз и ударился у него глаза высвечили еще такое коллега на всю жизнь я могу только плакать о нем теперь дока можно не он а может и не он он нам везде от лагеря строя шалаши там все было приезжаем они угольки лежат приедут сожгут 18 раз лагеря наш с полностью сметали и мы каждый раз начинали чего молитва со слезами и дальше начинаем опять работать выпилим что надо основание делаем ножами а то на косой стали с серпом камыш а соку режем и шалаш делать сейчас у меня один остался на 30 мест один шалаш большой и что ничего 23 колодца запасные баню сделали где она там в земле выкопанная баню не ребятишек надо а рядом рядом пастухи тут же ночью прям рядом на нашей территории потеряешься все это отодвинули за шесть километров и баню теперь открыто в деревне мы перетерпели и бог нам дал во много крат больше но мы работали и работали и дети этому учились я тебе дает и наказ ты сейчас один будешь ты не будешь все время за спиной еще это дядя игнатий сегодня есть а завтра его нету я 81 год уже разменял я могу много рассказать о чудесах божьих что я без будильника мог вставать точно в одну минуту в секунду когда свет горит как в тюрьме а почему вот я слой господи перед тобой говорю слышу володя ко мне подходит а я уже все сделал печку в уголь заложил ну еще три часа два часа почти я не стал я лег только маленько заснул володя ко мне подходит подходит рукой меня вот так вот так пора вставать я открыл глаза скорее гляжу а Володя лежит спит Володи нету а он меня разбудил то есть ангел виде Володи я уже не хотел говорить но ни один раз так раз я сразу заскакиваю сразу за свое оружие вот оно где прости да как не знаю как я ничего не могу пояснить я знаю в этом все всем раз в день а утром и вечером это 9 9 красота 900 поклонов раньше бог я поясные делали это земные а сейчас только поясные еще это это правило ты этого делать не будешь но вечером везде дай достать себе и чтобы 100 крат 100 поклонная молитва была васи ты свободен 7 раз в день три святое на то не больше 7 минут уходит это один раз будет я лезу на голубят я у меня там гвоздик висит лесочкой отдельно куда не пошел пруд сделали только деревья взял выплыл между деревьями но который лагерный пруд там внизу большие идем когда малину брать у меня там раньше было часто прием просто так а то в другом конце было уютно где пришел сразу молиться то есть ты куда бы ни пошел ты с господом тебе радостно кто поймет мне это не надо это моя радость мне был данный доверил это молиться ходатайствовать за людей у меня дня нету чтобы не молились не просили молиться сейчас один я запился а вы не забыли про меня молиться какой-то михаил я еще не отвечаю другой там просто дерзкий такой спрашивает спрашивает что ему не надо я не отвечаю сразу меня может и черный список занести и наконец он нарвался устроился врачом воинскую часть а там на него какой-то начальник там небольшой это его табуреткой белую все чуть не убил он сейчас оттуда вышел характер твой на тебя навлечет а у вас не было такого не было меня пальцами что никто не трогал ни разу среди уголовников с ножами меня останавливали когда раздевают а потом когда нападали один говорит так это он на меня я вам рассказывал то нас от милиции спасся они меня до дома провожают как доктор и газа это бог делает так я передаю вам опыт начнешь говорить а вы себе говорите о ком я буду говорить я говорю о реальности стих яков 2 18 говорит покажи мне веру твою без дел твоих но я верю но это все а я покажу веру из дел моих яков говорит значит можно так это увлекает это дает человеку возможность пойти выше идем так собирайся покажи что ты снимать будешь свое не оставляешь чужое не трогай я рад что ты у меня побыл доволен всем майка у тебя коротенькая тело оголяется и изъять или пришлой к ней вместо этого 20 вот чтобы у тебя никогда живот голый не был и спина вот так лишь только поднимает и сразу ну ты чем болеть вот оно все она не никак не может по-другому быть где ты наклоняешься ты быстро простынешь маме или кому скажи или сам пришли туда ленту какой-то старого сантиметров на двадцать пять пониже вот андрюша закончил от был говорит со строк у меня в лагере был племянник один его и 8 звать но маленький был пять или шесть лет и мы эти-то взрослые его братовья то а он меньше всех его у меня в лагерь чтобы не мешался в лагере отдали то а батюшка и говорит и продали говорят братья иосифа в рабство иосифа иосифа это батюшка всего помнит один из наших там приехал в город там привести свататься то но ночью идут уже все тут сходили все надо сделали идут луна батюшка а батюшка ездил с ними батюшка идет и поет все жених полуночьи грядет самое у тебя будет страшное в жизнь если ты думаешь жениться амба тебе каюк капец все здесь фиаско не надо тебя это живи радуйся благодари бога такая чтобы была тебе послушная ценила это все было христианка тогда вопрос другой а какая какая на вторую букву алфа это она тебе не нужна в этом деле надо сто крат советовать сегодня мы как раз тут запись такая была можно него попу разрешают на неверующих жениться один какой-то на афоне говорит если ты женился на красиво это никуда не угодно отбери некрасивую да она некрасивая глаза на выворот она уже сейчас не подойдешь к ней в четыре года она вреднющая такая у нас были такие она уже здоровая девка то она все и на руках таскала и ушла из общины если человек с недостатком физическим он выиграть должен только добротой и души а об этом даже не заботится думает как бы вылечить так все затяни вот так мы побыли с тобой можем сказать благословенно вставал ты вовремя легко поднимаешься на когда ложись ты сам определялся ты согласился что тебя тут в рабстве не держали капкан у тебя не ставили ловить так называй кружки ложки что там у тебя есть какие-то может быть яблоки эти забери и желательно чтобы ты когда воскресенье будем всегда оставаться на занятиях и в субботу приезжал суббота воскресенье тут ты выходил а уйдешь суббота найдешь причину не быть а суббота это начало воскресенье 6 часов мы все так посмотри ничего не забудь видишь какой богатый был у нас квартира вот знаешь есть такая поговорка в тесноте да не в обиде сходится тут да даже поставить некуда посмотрел как он тут сумочку брать с этажами ну когда все у тебя будет готова машина загружена к воротам подъезжать будет ну желательно чтобы мне сказали когда будет я выйду простите еще на улице так яблочки возникает оставляю яблочки в одни потом покупал их хорошие яблочки ну все я сажусь давай все увлечает да да хорошо